Это вечерние новости на RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы продолжаем выпуск. Доверие американцев к вооруженным силам является самым низким с 1997 года. Только 60% граждан в настоящее время доверяют армейцам. Опрос выявил снижение доверия военным со стороны различных групп электоратов. В то время как республиканцы по-прежнему наиболее склонны выражать доверие военным, этот показатель все же снизился более чем на 20% пунктов за последние три года. С 91 до 68% пунктов, как показал опрос Гэллоп. Согласно нему, независимые меньше всего доверяют вооруженным силам США. Их доля снизилась на 13% пунктов с 68 до 55%. Показатель среди демократов составил 62%, что является более скромным падением по сравнению с прошлогодними 68%. Эксперты отмечают, что доверие к вооруженным силам продолжает снижаться после ухода США из Ирака и Афганистана. Тот же опрос показал, что общественное доверие к основным общественным институтам также продолжает падать, причем наибольшее снижение в прошлом году наблюдалось у президентской власти и Верховного суда. В этом году общественное доверие к президенту и Верховному суду составило 27 и 26% соответственно. Определенно неприятно находиться на улице прямо сейчас во Флориде во время ужасной жары. 8 августа жара в Орландо побила 36-летний рекорд высоких температур. Международный аэропорт Орландо достиг 37,2 градусов по Цельсию, побив старый дневной рекорд в 36,6 градусов, который был зафиксирован еще в 1987 году. Это фактическая температура, а не тепловой индекс или ощущаемая температура. Но такой случай не единственный. Региональный аэропорт Вера-Бич зафиксировал отметку в 36 градусов, побив рекорд 2011 года. Международный аэропорт Дейтона-Бич достиг 36,6 градусов по Цельсию. Эта температура побила его предыдущий рекорд, установленный в 1989 году. В международном аэропорту Мельборна также был установлен новый рекорд 36,6. Предыдущий был установлен в 2011 году. Несколько округов в Центральной Флориде, Лейк, Валусия, Семенол, Ориндж, Бреворд и другие во вторник находились под предупреждением о жаре. Его продлили на среду из-за высоких температур и влажности. Эта комбинация увеличивает риск теплового удара, особенно если люди работают или гуляют на улице. А вот на Гавайях бушуют лесные пожары. Уже погибли по меньшей мере 36 человек. Вице-губернатор штата назвала их беспрецедентными. Пожарные сталкиваются с трудностями в борьбе с огнем из-за сильного ветра и жары. На острове Мауи, где введено чрезвычайное положение, сгорело множество строений. Проведена эвакуация. В некоторых районах не работает телефонная связь. Вчера я вернулся домой с работы около четырех часов вечера. Везде в городе был дым. Мой сын, его девушка и двое детей были в доме, и мы немедленно эвакуировались. Здесь нет сотовой связи, нет интернета, нет никакой возможности связаться с внешним миром. Мы добрались до этой стороны острова около полуночи. Моя жена и собака спали на стоянке у Whole Foods. Проснулись сегодня утром и получили по телефону фотографии нашего дома, вплоть до плиты. Ничего не осталось, кроме пепла. Нас эвакуировали в четыре утра, и мы были в школе на распределительном участке Мауи, куда нас эвакуировали. Мы поспали в машине, а потом хотели перебраться на Северный остров и надеялись найти здесь место для ночлега. Но мест просто нет. Мы знаем семью, которая прилетела сюда в гости. Они в отчаянии просто спали в машине и хотели утром сесть на рейс домой. Но рейсов нет. То, что говорят по телевизору в новостях, это неправда. Они рассказывают, что много рейсов и люди могут оставаться в аэропорту. Но когда я позвонила туда, мне сказали, что охрана вышвырнет нас, если мы будем ночевать на территории аэропорта. Нам просто некуда идти сейчас. Сегодня мы будем спать в машине. Больницы переполнены пострадавшими от ожогов и отравления дымом. Спасаясь от огня, люди бегут к океану. Береговая охрана Мауи сообщила, что спасла из воды 12 человек. Вопросов много. Каковы сроки восстановления? Когда откроются школы? Когда люди смогут вернуться в свои жилища? Поймите, мы все еще пытаемся оценить размер ущерба. Но путь к восстановлению будет долгим. Ущерб инфраструктуре – это не только здания, это и ущерб предприятиям и школам и местным жителям. Нам нужно придумать способ помочь многим людям в ближайшие несколько лет и даже построить некоторые здания. Часть гавайских земель полностью разрушены. Разрушена школа, церковь, предприятие. И это займет годы. Но мы будем тесно сотрудничать. Губернатор Грин и я будем очень тесно сотрудничать с членами законодательного органа для решения этих проблем. Участник американской лотереи Mega Millions сорвал рекордный джекпот, составивший 1 миллиард 580 миллионов долларов, сообщили организаторы лотереи. После 31-го тиража без крупного выигрыша счастливый обладатель лотерейного билета из Флориды празднует лето 2023 года с рекордным мега-джекпотом, размер которого в настоящее время оценивается в 1,58 миллиарда долларов, говорится в заявлении Mega Millions. Ожидается, что десятизначный джекпот установит новый рекорд в лотерее. Предыдущий рекордный джекпот, составивший полтора миллиарда долларов, был выигран в 2018 году, сообщили организаторы лотереи. Победитель, имя которого не называется, может получить 783 миллиона долларов сразу или получать всю сумму в виде ежегодных выплат в течение 30 лет, которые каждый год будут увеличиваться на 5%. Музей Peabody в Ельском университете закрыли на ремонт более трех лет назад, но теперь он вновь будет работать. Музей естественной истории Peabody, один из старейших, крупнейших и самых плодотворных университетских музеев естественной истории в мире. Его планируют открыть в начале 2024 года. Вход будет бесплатным. Музей реконструирован от пола до потолка. Это требовало большой осторожности, внимания и опыта для сохранения этих драгоценных экспонатов. Их почистили, и теперь они выглядят совсем иначе. С новыми окнами для увеличения количества света и множеством дверных проемов для улучшения логистики музей возвращается к жизни после обширной многолетней реконструкции. Невероятные окаменелости возвращаются в залы, но многие из них находятся в новых местах, чтобы увеличить доступ к ним и видимость. Whitney Gallery, ныне Human Footprint Gallery, выставлен мастодонт. Италия приостановила для граждан России и Беларуси действие инвестиционной программы, которая позволяет получить вид на жительство в Италии в обмен на инвестиции. Это решение было принято в соответствии с рекомендациями Евросоюза. Еврокомиссия в марте 2022 года призвала страны ЕС перестать выдавать россиянам и белорусам вид на жительство и гражданство в обмен на инвестиции. В прошлом году Италия выдала двухлетнюю золотую визу как минимум 32 гражданам России. За 2022 год россияне получили первое место по количеству полученных инвестиционных виз, опередив граждан США и граждан Великобритании, а также 23 человек из других стран, не входящих в ЕС. Северокорейский лидер Ким Чен Ын уволил начальника генерального штаба и призвал активнее готовиться к возможной войне, наращивать производство оружия и расширять военные учения. Об этом сегодня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын заявил об этом на заседании Центральной военной комиссии, на которой обсуждались планы контрмер по сдерживанию врагов Северной Кореи, которые названы не были. Генерал Ли Йонгир был назначен новым начальником генерального штаба вместо уволенного генерала Пак Суира, сообщило агентство, не вдаваясь в детали. На прошлой неделе северокорейский лидер посетил военные заводы, где призвал увеличить объемы производства ракетных двигателей, артиллерии и другого вооружения. И на этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе Пульс Дня. Я желаю вам всего доброго и до свидания.